Всем привет! Для себя в этом году вырастила новый сорт San Marzano Как написано в описании к нему Что это самый лучший сорт Для вяления Что я буду в этом году и пробовать Специально выращивала с этой целью И сегодня я буду делать Вяленые томаты Этот рецепт мне достался от итальянца Единственное у нас различие будет с ним В том, что он Томаты вялит на солнце На открытом воздухе Но я это буду делать в сушилке Еще я хочу попробовать На отдельный поддон заложить И посушить томат Это сорт Дьявол Джерси Для приготовления томатного порошка Я никогда не готовила Хочу попробовать Вот буквально 2 штучки И также на отдельный поддон заложу перец Это сорт Питон И сорт Альма Паприка Эти сорта я специально выращивала Для приготовления паприки На данном этапе все очень легко и быстро Я беру томат, разрезаю на 2 части Предварительно, конечно, их помыть нужно Беру емкость И начинаю выбирать семена Все это очень быстро и легко Если где-то семечко и остается Внутри ничего страшного Пускай будет Томат Очень мясистый Сейчас покажу поближе Стеночка в 1 см, а то, наверное, и больше Семян практически нет Их прям маленькое количество Они находятся вот в этом геле Не растихаются Чуть-чуть суховаты На вкус свежем виде пресноватые В общем, идеальные томаты для сушки Но в то же время они вкусные Вот так И все укладываю в сушку На поддон решетчатый Мне нравится эта сушилка Почему? Потому что Вот такие вещи, как томаты Они крупные И бортики у сушки Этой высокие, видите? И они очень легко Друг на друга Поддоны становятся И ничего не мешает При приготовлении Так, один поддон с томатами заложила Теперь слегка присаливаю Просто присолить Так, как вы бы посолили себе томат Чтобы поесть Все, убираю в сушку Томаты я в сушилку заложила Выставляя чуть больше 45 градусов Все, процесс пошел Итак, прошло два с половиной дня Из четырех заложенных на вяление поддонов Вышел один Чтобы примерно вам сориентироваться Из двух свежих килограмм томатов Выход примерно 200 грамм вяленых Сушки с марсаном мне очень понравился До какой степени высушиваю Смотрю, чтобы края у томата Уже были завернуты вовнутрь И до эластичного состояния То есть они, видите, не как чипсы А эластичные И в то же время с них При надавливании не секает никакая жидкость Еще хочу сделать небольшое отступление от рецепта Чтобы просто так сушилка не работала Ради одного поддона с вялеными томатами За два с половиной дня Я уже успела высушить На остальных 8-9 поддонах Это груши, яблоки, паприку Томаты для приготовления томатного порошка И так далее Сушите все, что хотите Чтобы просто так сушилка не работала И так лучше В емкость налила 1 литр воды Вода уже закипела И добавляю аккуратно белый уксус Затем опускаем сюда томаты И провариваю ровно 5 минут И теперь на чистое полотенце Я раскладываю томаты Чтоб они просушились Затем я накрываю чистым полотенцем Слегка убираю всю лишнюю влагу И оставляю так на 2-3 часа Все это можно делать Помимо основного вашего занятия Например, я сейчас готовлю аджику Поэтому пока вяленые томаты отдыхают Я консервирую аджику Самый интересный и красивый этап в рецепте Это сбор банок Использую объем 250 мл Самые удобные для меня Приготовила масло подсолнечное Масло оливковое Нерафинированное И сушеные травы Здесь итальянские Вы используйте, какие вы любите Чеснок в этом рецепте я не использую Банки предварительно я стерилизую Крышки соответственно тоже Все, и начинаем закладку баночек Зелень на дно И укладываю томаты Сильно я не уплотняю, но все в меру И ложка я помогаю, чтобы красиво помидоры лежали в баночке Один слой уложила Посыпаю опять травами Буквально по щепотке Проливаю маслом Слегка подсолнечным И как приправу я уже говорила Я добавляю оливковое масло И продолжаю дальше укладывать томаты Еще расскажу, что плотно Не надо их здесь приминать Потому что впоследствии они немножко увеличатся в объеме Из-за масла Потому что они напитают маслом Напитаются И увеличатся Опять слой томатов Щепотка зелени Масло Постепенно добавляю масло Чтобы меньше образовывалось пустот Маслом заливаем, чтобы томаты были полностью покрыты Беру крышку Я накрываю Смотрите, не закручиваю ее А просто накрываю и отставляю в сторону Крышка на банке открыта С 230 грамм вяленых томатов Получается 4 баночки по 250 мл Внешне они даже красивее, чем магазины Но по вкусу вкуснее даже, чем итальянские Почему я не затягиваю сразу крышку на баночках? Потому что при закладке томатов образуются пустоты И нужно время, чтобы масло проникло в каждую щелочку И заполнило каждую пустоту И такое еще, что томаты, они же вяленые И они напитывают масло И чтобы томаты не оголились Масло нужно первые несколько часов подливать Самый важный момент Чтобы томаты всегда оставались покрыты маслом Потому что именно в этих пустотах и образуются всякие бактерии И приводит к тому, что томаты в баночках не хранятся Не могут, конечно, взлететь Эти томаты после того, как вы затянете крышку Можно хранить на полке в кладовке Ну, то есть в темном месте А уже открытую баночку я рекомендую все-таки уже хранить в холодильнике Срок годности вяленых томатов по этому рецепту год И еще масло, которое остается Я рекомендую использовать для заправки для салатов И вообще великолепно подойдет для приготовления брусчеты Этот рецепт выйдет попозже на моем канале Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик А я желаю вам приятного аппетита Готовьте вяленые томаты И всем пока! Если у вас остаются вяленые томаты И нет необходимости их заливать маслом Я их раскладываю в небольшие зип-пакеты И убираю в морозильную камеру Они очень хороши при приготовлении первых блюд Каких-то овощных, рагу В общем, в блюда там, где вы любите томаты Блюда там, где вы любите